Специалист, начальник по отделу молодежной политики нам не расскажет, чем же наша молодежь будет заниматься в свой праздник. Начинаем мы со здорового образа жизни, то есть со спортивного мероприятия. В 16 часов на Центральной площади 24 июня состоится спортивный праздник по уличным видам спорта стритбол. Локальные инструментальные группы выступят, и, конечно же, будет яркое шоу барабанщиков, чего ждут многие, да. Мы пошли с подругой, мы так хотели в кафе. В кафе было такое вкусное мороженое, и мы пошли, и мы просто вот заказали это мороженое, да, сироп. Ну, вот такая была краткосрочная мечта детская. Ой, я люблю классный излив, очень вкусный. Я не знаю, летом очень классный. Да. Почему? Ну, детство напоминает. Можно также добавить какие-то интересные детали. Мы, к примеру, вставили между плиток планки черного цвета. Всем привет! Вы на канале Телемикс. Это программа Есть Тудей. И с нами наш постоянный партнер, группа предприятий Янта. Янта – полезные продукты для всей семьи. Янта – майонез, сделанный с душой. Только из натуральных продуктов, выращенных на собственных полях. Для ценителей качества, по ГОСТу, такой нежный, такой густой, Янта – есть вкусно. Друзья, мы приветствуем всех, кто к нам только что присоединился. Это вы на канале Телемикс. Это программа Есть Тудей. С вами ведущая Ольга Мруёва. Евгений Михайлов. Оля, тебе тоже доброго утра. Вот. Я предлагаю немножечко... Немножечко отхлебнуть, да. Чайку. Чайку, поскольку, сами понимаете, вот эти дни погода постоянно меняется. Вот. То жарко, то дожди идут. И поэтому не каждое утро бывает добрым. Угу. Действительно. Ты любишь просыпаться в дождь? Да. Но выходить на улицу не очень. А я люблю просыпаться, когда мне в окно светит солнышко. Когда я открываю глаза и слышу дробь барабанную дождя по подоконнику, на меня нападает некая грусть. Почему? Ну, потому что я не люблю дождливую погоду. Я люблю на нее смотреть в окно. Оставаясь дома. Ну, да. То есть, если это произойдет в выходной день, как бы никаких противоречий в голове не возникнет. И можно... Смотри. Ну, договори. Можно продолжать дальше. Если это выходной день, и мне никуда не надо, то да. А если я понимаю, что мне предстоят каких-то кучи сложных задач, которые нужно решать перед движениями по улице, я почему-то грущу. Как будто бы не так радостно выходить мокро. Просто мокро. Кстати, я заметил вот во Владивостоке, так как там с дождями порой бывает гораздо серьезнее, недавняя ситуация это подтвердила, у людей очень в ходу обувь, которая вот прям либо резиновые калоши, либо такие резиновые сапоги, ну, такие вот прям дизайнерские какие-то, либо какая-то прорезиненная обувь тоже, ну, проезжаешь мимо на машине, смотришь, как вот он или она мужественно пробирается через лужи, но при этом в такой эффектной обуви, думаешь, вот действительно... А что бы ты делал, Жень, попав так? Я бы сняла обувь, пошла босиком. Я так делала уже в нашем городе. Когда был сильный дождь, я поняла, что в туфлях не факт, не вариант. Ну, значит, сейчас были такие туфли, которые... Ну, конечно, на каблуках красивые. Не пережили бы это, да. Не, они бы пережили, но просто... Я до последней возможности пытаюсь где-то это все обойти. А, перепрыгивать, как зайчик, да? Вот, перепрыгивать, переходить, да. Ну, был как-то момент, вот год назад тоже резкий дождик, буквально среди бела дня, яркая солнечная погода, и тут он как налетел и как превратил вот все пространство в сплошное озеро. Это, ну, не так далеко отсюда и было, да, где-то на Советской, в районе Дара. И ты такой ту-ру-ту-ру-ту-ту-ту-ту-ту. Да, но при этом я гордо не снимаю туфли, просто двинулся, как, не знаю, ледокол Арктика по направлению к Северному полюсу. И таки доплыл, дошел, добрался до дома. Что потом с туфлями? Да. До сих пор живы. Друзья, новости на канале Телемикс. Итак, друзья, вернемся, вернемся к нашему обсуждению не только погоды в эти дни, но и, собственно, самому дню. Вот что тебе известно из этой даты? Что сегодня такое? Какой сегодня день? С 23-го числа? Да. Вот я, кстати, где-то прочитал, что сегодня какой-то всемирный день без обид. Ну, это, мне кажется, кто-то написал не по-другому. Это здорово, если такой день, правда, есть. Научиться бы еще как-то так вот жить. Ты умеешь жить без обид? Научился уже, Жень? Нет. Ты уже как бы пожил в этом мире. Спасибо. Ничего, что в преддверии дня молодежи видел наше общение, да? Вот, да. Возмужал, помудрел, хочется надеяться. Ну, смотри, если я начну лукавить, то, конечно же, я скажу, что обиды, я, это вещи, в общем-то... Я всех прощаю. Да, нет, все прощением занимаются. Я не знаю, я не встречал еще ни одного человека, который действительно вот как-то относился к этому легко. Но мы же все люди, а люди, они все-таки высокоэмоциональные и развитые психологические существа. Это такой широчайший спектр вот всех чувств и эмоций воедино, что управлять ими, как говорила Марха Ям, да, что чувства нужно, в общем, порой сдерживать. Ну, обиды же так прекрасны, ты такой комплекс эмоций переживаешь, когда ты обижен. Ну, да, ну, как еще сказано, оно-то прекрасно, как бывает для того, чтобы эмоции свои выплеснуть, но не нужно, мне кажется, ее слишком долго транслировать, иначе это даже самому тебе лично может доставить большие неприятности. Обиду транслировать? А стоит ли ее замалчивать? Вот еще интересный у меня вопрос к тебе. Замалчивать? Ну, да, обидеться, и сам себе ходишь, обижаешься, а оппонент даже и не знает, или там группа людей, что ты обижаешь. Ну, как модные психологи же советуют, что можно... Какие-какие? Модные психологи советуют. Мне показалось мутные. Нет, мутные, это что, ну, вот если нет возможности как-то обиду свою донести до ее причины, да, там, нужно написать там письмо или сообщение, как отправить. Но сейчас-то это не работает. То есть это раньше было лет, там, 20 назад, когда письмо отправил, тебе не важно, как на него ответит адресат. Сейчас отправляешь смс-очку, тебе летит ответка. Нет, а тут, подожди, а тут речь в этом совете про рукописное письмо. Ты же когда пишешь, ручка, ты проживаешь все это. А, смс-ки, получается, нагой пить. Что? Может быть, нагой. Нет, так такие письма даже советуют адресату не отправлять. Написал и сжег. Евгений, вы что, не изучаете современную психологию? Как-то вот, представляете. Домашнее задание – написать письмо. Угу, всем. Ручкой. Всем, на кого обиделся. Через неделю на работу выйдешь. Да. Я думаю, на следующий эфир будем как раз писать, я буду тексты просто вот так вот. Да. Ну что ж, предварительно, перед этим надо хорошенько размяться. Разомнем руки в энергичной утренней зарядке, друзья. Не переключайтесь. Всем привет, меня зовут Дарья Макаренко, и я педагог по современному танцу. Сегодня мы поработаем над пластикой плеч в верхней части корпуса. Начинаем с движения. Одно плечо наверх, другое вниз. Меняем. Переводим вперед. Меняем. Отходим назад. Меняем. И делаем несколько повторений. И постепенно, постепенно мы сглаживаем углы. И просто делаем круг плечами. При этом не зажимаем все тело, не зажимаем лицо. Можно попробовать в другую сторону. Поменяли назад, поменяли вперед. Поменяли назад, поменяли вперед. Не забываем про кисти. Любая волна – это просто чередование вогнутого и выпуклого положения. То есть мы делаем в одну сторону, в другую, в одну, в другую. И даем энергии в руки, в пальцы. Они у нас не расслабленные, не расхлябанные такие, а собранные. Даем энергии. Добавляем локти. Следим, чтобы у нас не зажималась шея. Можем любые, любые, любые движения рисовать кистями рук. Можем как будто бы что-то обрисовывать. Можем добавлять плечи, которые мы только что выучили. Всем спасибо, танцуйте и до новых встреч. Друзья, всем привет, кто только что включил свои телевизоры. И мне хотелось бы напомнить людям, что завтра день молодежи. Женя, догадываешься ли ты, что будет в этот день происходить? Но об этом узнаем позже. К нам придет очень интересный гость. А я нашла интересные данные. До определенного времени в России считалась молодежь от 14 до 30 лет. Так. Но в 2020 году повысили до 35. Евгений, разочарую вас, вы уже не попадаете в категорию молодежи. Ну, что ж поделать. Я приму это весьма спокойно. Слушай, а я почему-то тоже к этому спокойно отношусь. Но я точно помню, когда я была еще маленькой, ну, лет 13-14, и ко мне начинали обращаться как девушка, не девочка, а девушка, я испытывала какое-то особое чувство гордости в этот момент. Мне казалось, я такая взрослая. Я уже достигла этого крутого звания. Ну, возможно. В любом случае, вот эти вот именно цифровые значения возраста, они всегда достаточно относительны, поскольку есть люди, которые в 10 лет уже... Девушка, женщина. Да. Мужчина. А если вспомнить совсем недавнее наше историческое прошлое, еще каких-то 100 лет назад средний возраст по стране был 33 года, поэтому люди все умирали молодыми. Ну, не все, но большинство. И вот еще интересно, я нашла какую-то градацию, которая была давным-давно. Смотри. Человек до 7 лет именовался младенцем. Так. До 14 отроком. До 21 года юношей. До 28 возмужалым. До 35 мужем. До 49 середовый. До 56 пожилой. А дальше уже перестарелый. А дальше пи-пи-пи. Да-да-да. Вот. Ну, ухитрялись градации, кстати, по поводу того, что... Вот по поводу возраста, когда люди достигали его пиковые значения. Допустим, вот какое-то там, словно говоря, граф Лев Толстой, который прожил 94 года, да. Знал секрет. Да. Кстати, он... Мне было интересно его биографии, я ее читал. Вот он, в общем-то, как раз-таки... Помнишь, вот предыдущий наш тезис, там, без обид? Он старался писать очень много литературы. Письма писал. Да. Которые позже издали и получили целое произведение. Да-да-да. Которое теперь все... И там действительно была такая история, связанная с некоторым, ну, каким-то таким эмоциональным сильным всплеском по отношению и к событиям, и к людям. И не только у него. У Дургенева такая же история была. Вот Муму он написал, представляешь? Вот на маму настолько обиделся в свое время, что сделал ее главным персонажем вот этой вот барыни, которая, ну, в общем-то, собачку, по большому счету, на нет свела. А вот смотри, хорошо ли это или плохо? Как будто бы этим самым он мог нанести обиду родственникам. Да, испортить... Которые увидели в ней, в этой героине его мать. И испортить погоду в доме. Друзья, погода. Ну, я предлагаю от слов к делу, сколько можно обсуждать чьи-то и собственные обиды. Пора уже... И возраста. Да, пора уже... Как ты думаешь, Жень, в каком возрасте мужчина должен начать уметь готовить? А он вообще это должен уметь? Кстати, а почему он должен уметь готовить? А почему должен не уметь? Вот, но тогда... Приведи мне хоть один аргумент, почему мужчина не должен уметь готовить. Ну, у меня таких аргументов нет, поскольку мне готовить, можно даже сказать, нравится. Достаточно медитативная штука. Можно позабыть все эти... Обиды. Опять же, да. Вот, сосредоточиться на чем-то более вот таком вот правильном. Сегодня у нас будет суп, господа. Суп? Да. Вот у нас уже варится куриное филе. Так. Туда мы добавим картошку. Немножко лука, немножко моркови и плавленый сыр. Должно получиться сносно, я предполагаю. Так, по-молодежному, да? Ну, как будто да. По-простому, Жень. Я вообще люблю готовить все, что готовится быстро и просто. Это ты этому в общежитии научилась? Когда училась в институте? Нет, я тогда что-то... Я тогда совершенно по-другому питалась. У меня тогда были жирные, наваристые супчики такие. А вот быстро, вкусно и полезно я научилась готовить гораздо позже. Когда поняла, что возраст молодости уже как бы не тот. И нужно что-то делать. Я помню, смотрел передачку, тоже связанную с кулинарией, едой, еще так лет 15 назад, в которой вот врач-диетолог говорил, что на самом деле рецепт, все это дело очень простой. Нужно питаться как можно проще, вот, то есть как можно меньше включать в рацион разную модную еду. То есть, в общем, на гречке, горохи, луки и так вот протянем до 90 лет. В углу стоять хотя бы на гречке? Ну, сначала постоял на гречке, вот. Потом ее сварил. Потом ее сварил, да. И проникся опять же. Вот. Так, тебе может помочь еще с этим? А я вот не знаю, смотри, вот давай я проверю твои знания. Хватит на такую кастрюльку или еще? Вполне, но мы же суп с тобой варим, а не картошку. Хорошо, говорю. Поэтому этого будет вполне достаточно. Да, по поводу предстоящего дня молодежи. А ты собираешься все-таки как-то этот праздник отметить? По старой памяти. Евгений, вы мастер-комплимент. Ну, вообще, по долгу службы, так скажем, наши коллеги, и ты в том числе, мы, наверное, этот праздник не можем не пропустить. Вот именно. Не можем пропустить. Нет, нет, подожди, я сейчас работы не касаюсь. Я вот именно, что... Ну, я же вообще живу по принципу, хорошему человеку повод не нужен. Об этом расскажешь позже, после рекламы. Всем привет! Вы на канале Телемикс. Это программа Есть Тодей. И с нами наш постоянный партнер, группа предприятий Янта. Янта – полезные продукты для всей семьи. Янта – майонез, сделанный с душой, только из натуральных продуктов, выращенных на собственных полях. Для ценителей качества, по ГОСТу, такой нежный, такой густой, Янта есть вкусно. Всем привет, друзья! Вы на канале Телемикс. Это программа Есть Тодей. За сковородкой добивается золотистого цвета зажаренности лучка. Находится ведущий Евгений Михайлов. Ассистирует мне Ольга Муравьева. И сегодня мы поговорим про приближающийся день молодежи. И никто лучше, чем Анна Новокрещеных, специалист, начальник по отделу молодежной политики, нам не расскажет, чем же наша молодежь будет заниматься в свой праздник, я считаю. Верно? Конечно. Анна, добрый день. Здравствуйте. Анечка, привет. И сразу у меня вопрос. А у тебя новокрещенных или новокрещенных? Новокрещенных. Вот так даже. Новокрещенных. Новокрещенных. А я всегда думала, что ты через Йо твоя фамилия, представляешь? Это так же, как я Муравьева, Муравьева. Ну, можно подумать по-разному. Как говорят, как бы нас ни назвали, да? Главное, как их печень, да? Главное, правильно пишите наши фамилии. И вот здесь известные проблемы опять же могут возникнуть. Я, кстати, к этому не отношусь слишком. Ну, когда меня как-то фамилию называют неправильно, я понимаю, что человек же неосознанно это делает. Конечно. Поэтому я на это... Мало ли, может, первый раз слышит. Да. Ну, мы запомним. Хорошо. И Евгений, и я, оказывается, не правильно называть. Ань, ну, естественно, хотим узнать про предстоящий праздник. Что ждет уссурийцев? Я так понимаю, это будет какая-то вечерняя обязательно программа. Может быть, в течение дня тоже посоветуешь, куда сходить, чтобы в чем-то поучаствовать, что-то увидеть и на кого рассчитаны все мероприятия. Вообще, будет ли праздник? А будет ли праздник? Мы анонсируем, а там нет, будут там исключительно. Ну, праздник на территории Уссурийского городского округа уже начался. То есть мероприятие проходит с 19 июня. Это комплекс мероприятий проходит как на спортивных площадках округа, в учреждениях культуры, в учреждениях дополнительного образования. Ну, и, конечно же, апогеем станет 24 июня. Указом президента этот день назван единым днем праздника молодежи, и поэтому в этот день будут масштабные, яркие активности именно для молодежи. Вот в какое время начнутся активности? Обычно молодежь – это вечером и концерт. Может быть, там что-то, фестивали какие-то, кухонь или, не знаю, что-то еще предстоит где-то в городе. Начинаем мы со здорового образа жизни, то есть со спортивного мероприятия. В 16 часов на Центральной площади 24 июня состоится спортивный праздник по уличным видам спорта стритбол. То есть хорошие массовые соревнования ждем и гостей, и жителей. То есть начинаем именно со спорта. Плавненько переходим к творческим номерам, концертной программе. В 17.30 у нас будут выступать вокалисты, творческие коллективы Уссурийского городского округа. Далее будем чествовать нашу талантливую, активную, спортивную молодежь, которые проявили себя в общественной жизни, в науке, в образовании. Первые лица города будут поощрять благодарственными письмами и грамотами. В субботу же? В субботу. Где-то на площади или где? Да, это все будет мероприятие на Центральной площади. Затем у нас выступят вокально-инструментальные группы. Пандора. Ну вот раскрываю сейчас секреты. Наверное, этого делать не нужно. Сохраним интригу. Может быть, мы кого-то завлечем. Кто-то придет как раз-то послушать, услышать, что вот Евгений смотрел, ушами зашевелил, собрался уже пойти. Ну, в каком-то смысле посодействовала, чтобы Пандора приняла участие. Поэтому приходите обязательно. Вокально-инструментальные группы выступят. И, конечно же, будет яркое шоу барабанщиков, чего ждут многие по отзывам. Вот мы именно собрали те творческие коллективы, которые нравятся нашим горожанам, нашей молодежи. Поэтому ожидается такое хорошее, яркое летнее событие. Помимо этого, на площади будут работать зона фудкорта. То есть можно будет и перекусить как горячие блюда, так и холодные напитки. Вода, соки, все для молодежи. Так и различные молодежные тематические площадки. Хорошая будет фотозона. Тоже яркая, масштабная. Такой у нас никогда не было. Поэтому мы ждем всех гостей, горожан, не только молодежь, всех жителей. Ожидается около пяти тысяч участников и зрителей. А это все будет только молодежь исключительно? Или приглашаются все? Евгений, вы тоже можете сходить. Потому что это праздник в первую очередь для всех, конечно же. Ну здорово. Мне кажется, были годы, когда как-то скромнее все это отмечалось. А в этом году прям решили уже... С каждым годом, да, этот праздник набирает обороты. Потому что молодежь у нас креативная, молодежь у нас творческая. И желание сделать что-то и внести свою лепту в развитие города у многих, оно просто на высшем уровне. И поэтому мы как раз в текущем году учли их желания. И будут тематические площадки работать именно по этому направлению. То есть я так понимаю, что периодически ведутся какие-то разговоры, да. А что бы вы хотели увидеть еще, да, чтобы более интересно этот день провести, правильно? Даже не периодически, а систематически. И не только для Дня молодежи, но и вообще в течение года. Евгений, что бы вы хотели увидеть, чтобы День молодежи удался? Концерт. Хороший концерт. А вот в твоем понимании хорошее это что значит? Ну, это хороший концерт, хороший звук, хорошая картинка и замечательная атмосфера. То есть когда ты прям получаешь какие-то эмоции. Но, с другой стороны, спортивные мероприятия это тоже наше все. Я тоже под эту категорию как бы не попадая, поэтому принять участие в них, наверное, уже не смогу. А вот стритбол нужно было заранее как-то формировать команды и уметь играть? Или можно прийти и, как бы, сказать, я вот новичок, научите меня забрасывать мяч в кольцо? Это, кстати, тоже допустимо. Потому что вот в прошлом году в рамках фестиваля у нас тоже проходил спортивный фестиваль уличных видов спорта. И подходили участники и просили научить их и примкнуть вот именно к нашим уже, да, к мастерам по этому виду спорта. Поэтому все возможно. И я так думаю, что в текущем году мы как раз увидим тех участников фестиваля, которые в прошлом году просились в команду. Которые попробовали себя. У нас в этом году тоже у Телемикса был опыт. Мы играли, ну, кто-то играл, а кто-то наблюдал. Хоккей в валенках, да, Жень, назывался так? Да, замечательный, кстати, опыт. Мне очень понравилось. Ну, по отзывам очень хорошее мероприятие и практика его проведения, да, ежегодная. Ну, как будто бы мы решили, что мы тоже должны стать теперь ежегодными участниками. Но не знаю, насколько команда дойдет до следующей игры. Но ведь главное не победа, главное же участие. Да, дойдет, доползет сейчас. Так болели, у меня аж связки сорвались. Мы тоже, мы девочками компании, тоже решили, что мы должны выйти. Всякий раз, когда возникала такая необходимость, начинался какой-то мандраж, там, вот это у меня пятку свело, что-то еще, в общем, девчонки на лед так и не вышли. Ну, зато поддерживали мужскую половину коллектива, это очень важно. Потом вот им помогали натирать растянутые части тела. Пятки свело у всех, просто кто-то в этот момент все-таки себя переборол. Вот, Аня, а будут ли подведены какие-то итоги, ну, то есть, вот ты говоришь, что будут чествовать за добросовестный труд, за какие-то успехи и прочее. А эти уже, те, кого чествовать будут, они уже об этом как-то оповещены, или это будет для кого-то для всех сюрпризом? Можете об этом поделиться? Ну, вот кандидатуры для вручения благодарственных писем, конечно же, они очень строго отбирались, потому что учитывались заслуги в течение... И по каким критериям, что самое? Заслуги в течение года. Упор делали на наших волонтеров, которые оказывают адресную помощь семьям наших героев, потому что это сейчас очень актуально, и ребята стараются. Ребята помогают и в части копки огорода, благоустройства приусадебных участков. Сейчас это большой объем работы, и как раз вот упор делался на данный вид деятельности наших волонтеров. Также мы учитываем и творческие способности, то есть участие в мероприятиях как муниципального, так и регионального, всероссийского уровня, научные достижения, потому что у нас очень много ребят именно в этой области отличается, и ежегодно как раз выходит на поощрение в виде премии администрации Уссурийского городского округа. Поэтому вот из всех кандидатур было отобрано 25 человек. Это только грамоты, или это как раз и есть вот эти премии, которые ежегодные? Нет, это только благодарственные письма. А премии, которые ежегодные администрации, они же тоже где-то, вот мне кажется, в июне? Нет, они в октябре, то есть в четвертом квартале будет запускаться уже положение по нашим образовательным организациям, которые выдвигают в свою очередь кандидатуру. Ну это тоже, собственно говоря, молодежь попадает под вот это вот премирование, конечно? То есть есть стимул стараться, то есть это еще и периодически может быть какая-то приятная денежная сумма, которая может пуститься на какие-то карманные расходы. Это здорово. Я снимала недавно как раз трудоустройство молодежи, и обратила внимание, вот с кем не общалась, ну это школьники прежде всего, все дети сейчас копят на мечту. И у нескольких, у кого брала интервью, угадайте, какая мечта? Ну это очень банально и очень понятно. Сотовый телефон? Да. Дети копят на мечту. А у них их нету, надо полагать или нет? Ну, видимо, есть, но всегда же хочется что-то получше, покрасивее, подороже. Новую модель какую-то. Кстати, я тоже, когда опрошел молодых ребят, вот именно в стремлениях, мечтаниях, стараниях, я говорю, автомобиль, ну это уже молодежь такая. Постарше, да? Да, уже прям, моего возраста молодежь. Ну главное, что есть цель, и к этой цели ребята идут. Ну да, приятно, что, ну прям, я понимаю, в ходе интервью мальчику, наверное, лет 13, я говорю, и что, прям отложишь? Он говорит, ну да, я коплю, мне там на день рождения что-то подарили. У него какая-то сумма уже есть, и ребенок условный восьмиклассник, уже благодать финансовой грамотностью. Да, он задумывается, что, чтобы достичь какой-то цели, нужно что-то для этого делать. И вот он выбрал летние каникулы не там, не лежать на диване и праздно проводить время, а ходить с занятой с там 4 часа в день, и вот он получит там около 10 тысяч рублей, добавит в свою копилочку, и в перспективе вот будет преисполнен чувством гордости, что он накопил на свою мечту. Я считаю, это круто. Вы копили на свою мечту когда-нибудь, ребят? Копили. А может копите еще? Накопила? У меня вот первая мечта, я помню, когда проходила еще практику в школе, у меня была заработная плата за месяц работы, но причем мы работали по 6 часов, потому что было допустимо уже с 15 до 18 лет 800 рублей. И мы пошли с подругой, мы так хотели в кафе. В кафе было такое вкусное мороженое, и мы пошли, и мы просто вот заказали это мороженое, да, сироп. Ну вот такая была краткосрочная мечта детская, но сбылась. Но самое главное, что вот ощущения, те воспоминания из детства, они остались. Женя, ты копил на мечту? Да, первая гитара у меня таким образом и появилась. Ну, именно такая, на которой было показать несколько, до этого у меня была гитара, которую я никому не показывал. Ты в темноте на ней играл, да? Да, исключительно. Выключенная. Друзья, мы прервем сейчас ненадолго рекламу на канале Тимикс. Друзья, мы приветствуем еще раз всех, кто к нам сегодня присоединился в преддверии грандиозного праздника Дня молодежи. У нас в студии Анна Новокрещеных. Верно? Верно. Начальник отдела по молодежной политике города Уссурийска. Сегодня рассказывает нам о всех ожиданиях, о всех мероприятиях, которые будут идти в этот праздник. А мы уже тем временем, я не удержусь от искушения, вот каверзный вопрос задать. А чтобы стать номинантом на премию, да, что нужно сделать? Куда бежать, собственно говоря, чтобы вот стать участником ежегодного вручения, вот, чествования за твои усилия? В конечном итоге, какие усилия для этого нужно приложить? Ну, усилия ребята прикладывают на протяжении всего года, причем в различных сферах. Это и спортивные, и научные, и творческие открытия у нас ребята тоже совершают. И прекрасные результаты привозят с региональных всероссийских конкурсов. Ежегодно у нас проходит премия администрации Уссурийского городского округа. Поощрение талантливой и одаренной нашей молодежи. Она проходит осенью, то есть положение формируется до сентября месяца, и делается рассылка на образовательные организации, находящиеся на территории округа. Критерии, ну вот, на мой взгляд, с одной стороны, очень простые, а с другой стороны, ребята работают на протяжении года, потому что учитываются все достижения. Это дипломы, грамоты, благодарственные письма, которые выдаются по итогам проведения олимпиад научных, творческих конкурсов, различных мероприятий, акций. Для этого необходимо заполнить анкету, заявку, приложить полностью весь пакет документов, согласие на обработку персональных данных, потому что в дальнейшем, если по итогам рассмотрения кандидатуры экспертной комиссии он проходит, то необходимы и паспортные данные, и личные документы с НИЛС, и ННН, и разрешение. А заявку, анкету они подают к вам непосредственно, или в своем образовательном учреждении, или же это секция какая-то, или, не знаю, студия какая-то, там, вокальная какая-то еще? Изначально документы формирует образовательная организация, но затем уже, конечно же, к нам, на суд экспертного жюри. И возраст, который к вам попадают детки, подростки и молодежи? У нас студенты профессиональных организаций и высшего, и профессионального образования от 15 до 23 лет. Ну, здорово. И раз в год вот? Да, ежегодно, в конце года, по итогам года ребята могут получить премию, единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей за свою работу, за свои достижения, за свои навыки, умения. То есть есть такой хороший стимул и отличная мотивация для нашей активной молодежи. Нет, друзья, это действительно очень хороший стимул для того, чтобы позволить себе исполнение какого-то мечтания, для того, чтобы действительно этот праздник для тебя стал настоящим. А у нас тем временем рубрика «Дизайнер». Прервемся, не переключайтесь. Здравствуйте, с вами рубрика «Дизайнер дома» и я, Наталья Скибицкая. С актуальными стилями оформления мы закончили. Сегодня раскрою вам подробные детали о плитке и ее назначении, насколько она может быть многогранна и как с помощью нее реально создать что-то невероятное в дизайне. Из плитки можно оформить стильное панно на стене. Что мы, дизайнеры, делаем? С чего начинаем? Конечно, с предварительного выбора цветовых сочетаний. Заранее обсудим пожелания с заказчиками. К примеру, всеми любимый бежевый с тепло-коричневым оттенком. Возьмем за основу такие оттенки фона интерьера. Но с чем же его разбавить? Подскажу два варианта. Темный шоколад плитки, как вариант, или совсем иной, к примеру, синий. Так на какой остановить выбор? Тут в ход идет творчество и индивидуальный подход дизайнера к задумке данного интерьера. Но, конечно, отталкиваясь от специфичности и личности заказчика. Итак, мы отдали предпочтение синей плитке. Хотели привнести в интерьер тут самую интригующую изюминку. Так мы, дизайнеры, ее обыграем в своей фантазии, придумываем творческую идею. Найдя баланс идеи и гармонии в дизайне интерьера с данной плиткой, как в нашем дизайне, привязывает он как к личности заказчика. Можно также добавить какие-то интересные детали. Мы, к примеру, вставили между плиток планки черного цвета. Для плитки применяются специальные окрашенные из металла. Да, они смотрятся сами по себе ненавязчиво, но в цельной композиции это контрастные детали, которые добавляют ту самую магию идеи. Но и с этими планками важно не переборщить. Вот та самая красивая часть стены. Почему всего часть? Потому что такие стильные панно кажутся стильными только тогда, когда соблюдена мера. Можно доработать легкой подсветкой, чтобы придать в темное время суток завораживающий эффект. Тут тоже как решит ваша фантазия. Я сегодня раскрыла вам тайну, как можно стильно оформить стену обыкновенной плиткой. В следующей серии расскажу о фишках напольного покрытия. Не пропустите! Ну что ж, продолжим нашу беседу. Ань, немножечко мы затронули историю про волонтеров, которые их тоже будут награждать какими-то благодарственными письмами в День молодежи. И вот, на мой взгляд, волонтерские объединения в последнее время получили огромное распространение. То есть раньше, когда какие-то единичные были истории при образовательных учреждениях, ты там как-то собирала какие-то единичные по одному, по два человека от заведения. Как сейчас это направление развивается в нашем округе? Сейчас у нас в образовательных организациях так и остались. Ячейки волонтерские, они развиваются, они реорганизуются, масштабируются. То есть это уже большие, хорошие добровольческие объединения. И на территории округа у нас действует волонтерский муниципальный штаб «Мы вместе», который объединил в себе всех волонтеров и на оказание, как уже было выше сказано, адресной помощи. И на помощь в стихийных мероприятиях все волонтеры под одной эгидой «Мы вместе», «Мы команда», «Мы едины» движемся вперед. Но помимо этого у нас развиваются иные молодежные объединения. В прошлом году указом президента принят закон о развитии российского движения детей и молодежи. И вот на текущий момент у нас сформируется местное отделение, куда войдут четыре специалиста, работающие именно по данному направлению. На текущий момент у нас в 13 образовательных организациях открыты первичные отделения. И в дальнейшем, уже к сентябрю месяца, планируется сформировать местное отделение, которое будет курировать непосредственно работу уже по этим ячейкам. А вот волонтер – это человек со скольки лет? С 13, с 20? Есть какая-то, так скажем… У волонтера нет какого-то возрастного ограничения, да. Это позыв души, это добро души. То есть у нас волонтеры и в детских садах есть. Детки с малых лет учатся помогать. И у них это очень хорошо получается. Потому что идет изнутри. Вот это самое главное. Поэтому волонтером может стать и ребенок в 4 годика, который помог маме что-то сделать. И в более, скажем так, взрослом уже возрасте. Я знаю, у нас даже есть такое вуссурийские движения «Серебряный волонтер». Это люди уже предварного возраста, которые тоже находят в своей повседневной суете время для добрых дел. Кстати, они недавно сдали нормативы на ГТО. То есть еще один курс, к которому можно стремиться, чтобы поддерживать и физическую форму. В общем, друзья, вот такое вот мнение о волонтерах, о мнении посетителей торгового центра «Центральный» узнаем из рубрики «Есть мнение». Не переключайтесь. Всем привет! С вами ежедневная рубрика «Есть мнение». Квас очень полезный. Его состав богат витаминами и полезными элементами, необходимыми для жизненно важных процессов организма. Он является мощным источником энергии, при этом имея низкую калорийность. А давайте узнаем, посетителей торгового комплекса «Центральный» любят ли они квас. Ой, я люблю квас на излив. Очень вкусный. Я не знаю, летом очень классный. Да. Почему? Ну, детство напоминает. Ой, безумно. Во-первых, кажется, это натуральный продукт. Во-вторых, он очень хорошо освежает и не вреден для здоровья. Хлебный квас, люблю арсеньевский. Очень вкусный. Арсеньевский квас. Квас, ну, холодный, вкусный. Поэтому и любим. Мы благодарим торговый комплекс «Центральный» за помощь в организации съемки. Ну что ж, друзья, давайте подытожим. У нас сегодня тоже на столе такой небольшой праздник. Евгений сварил прекрасный суп. Ну как, доварил? Ладно. Откроем секрет. Начала варить я. Он понял, что это не так уж сложно. Перехватил инициативу своей руки. Все так и было, да. Кстати, для себя просто ознакомился с некоторыми тонкостями рецептов, поскольку сырный суп – это, ну, для меня еще вещь пока не освоенное приготовление. Да, кстати, друзья, еще напомню, что сегодня мы говорили о празднике. О Дне молодежи. И, Ань, тебе большое спасибо за замечательный расклад нашего молодого поколения города. Что будут и чествовать, будут и награждать. И писать, и петь, и как спать, и играть в баскетбол, стритбол. Все будет, да. Приходите. Вот. Еще раз напомню, куда, опять же, куда бежать. И во сколько. Уже не за премией, а на сам праздник. Мы ждем всех жителей и гостей Уссурийского городского округа на центральную площадь города Уссурийска в 16 часов 24 июня. Приходите. Будет ярко, масштабно и красиво. И незабываемо. Да. Ну а нам осталось выключить свет, взять ложки, а вам сказать. Всего доброго и до скорых встреч в эфире. Всем пока. Пока.